Просторные светлые классы сверкают чистотой. Впервые к 1 сентября готовится школа номер 17. В рамках подготовки к будущему учебному году новое учреждение образования Щелковского района посетила член Совета Федерации Лидия Антонова. В микрорайоне Богородский ее встретил педагогический коллектив практически в полном составе. Я вас также поздравляю с наступающим новым учебным годом. Очень хочу пожелать, чтобы он принес вам лично радость от общения с детьми в нашем интересном труде, в профессии, чтобы все были здоровы, родители были довольны, а дети хорошо учились. В рамках визита постарались полностью осмотреть новое учреждение образования. Площадь у школы немалая, рассчитана на 1100 учащихся. Инфраструктура также впечатляет. Актовый зал на 498 мест, рядом с общепитом две столовые. Есть зал для хореографии и даже тренажерный. Для самых младших учеников игровая комната. Такой нужный социальный объект появился в рамках инвестпроекта комплексного развития микрорайона Богородский. Еще один результат плодотворного сотрудничества с инвесторами-застройщиками – новая школа в микрорайоне Лукино-Варина. Рассчитана на 1200 мест. Здесь член Совета Федерации также оценила не только развитую инфраструктуру учреждения, но и уже намеченную программу педагогического коллектива. Осмотрели кабинеты биологии и английского, заглянули в зал, где будет создан музей, посвященный Великой Отечественной войне. Обе школы полностью готовы, построены добротно и проект интересный. Эти новые школы, они уже отвечают всем требованиям, которые предъявляются новыми федеральными стандартами. Мы живем сейчас в эпоху перемен, в том плане, что введены новые федеральные стандарты, которые, конечно, ставят новые задачи перед нашей российской школой. Положительно Лидия Антонова отметила тот факт, что в обеих школах есть, так сказать, задел на будущее. Предела заполняемости они пока не достигли и будут готовы принять еще около тысячи учеников. Вы знаете, это прорыв. Это по-настоящему прорыв, потому что последнюю школу в Щелковском муниципальном районе мы открывали 9 лет назад. Это школа номер 12 в районе Чикаловский. А для нас это долгожданное такое событие. В рамках визита член Совета Федерации посетила еще одно новое для Щелковского района учреждение образования. Детский лагерь Юнармейс в кратчайшие сроки пережил глобальную реконструкцию. Сейчас здесь в разгаре третья смена. Лидия Антонова посетила главный корпус, осмотрела просторный актовый зал. Проверили состояние жилых помещений. Воспитанников в комнатах не застали. Все на свежем воздухе принимают участие в масштабном мероприятии, посвященном Дню флага Российской Федерации. Я очень рада, что сегодня у щелковских ребят есть возможность встречать замечательный праздник День флага Российской Федерации в этом вновь возрожденном прекрасном лагере с красивой природой, с замечательными условиями, возможностью развивать свои спортивные достижения. Все эти объекты стали одним из первых серьезных прорывов в сфере образования Щелковского района. И, как надеются представители районной администрации, ближайшие перспективы будут такими же масштабными. Планируется строительство новых школ в микрорайонах Жигалова и Финский, пристройка к школе в Медвежьоозерском поселении. Член Совета Федерации также пригласил учреждение образования района к участию в новом проекте «Малая академия Подмосковья». Он призван сделать систему обучения более гибкой и дать подрастающему поколению возможность всесторонне развиваться. Так, структура учреждения образования продолжит меняться не только количественно, но и качественно.